Уильям Бонак Впрочем, тогда форма Уильяма Это вызвало много вопросов. С одной стороны, он выглядел не хуже, чем атлеты, оказавшиеся на несколько позиций выше. С другой, ради объемов Бонак пожертвовал кондициями и был недоведен. В итоге, только 15-е место в Лас-Вегасе и шестое на Арнольд Классик Европа. Но в том же году Уильям одержал победу на Гран-при Фитнес-Хаус в Санкт-Петербурге и, получив квалификацию на Олимпию 2015, сделал перерыв от выступлений. Как оказалось, более чем удачный. Значительный прорыв в сравнении с прошлым годом и уже восьмое место среди лучших атлетов мира – тому доказательство. Отмечу, что осенью этого года Бонак уже дважды стал первым на турнире Nordic Pro, а также на Dayana Kada Classic во Флориде. А в декабре Уильям посетил Россию и стал почетным гостем выставки Power Pro Show на стенде бренда USN. Конечно, мы не могли упустить возможность пообщаться с именитым атлетом. Сегодня мой первый день на выставке, но я успел осмотреться и впечатлен масштабами сцены, а также числом приглашенных атлетов. Отлично себя чувствую в такой компании и очень благодарен за возможность присутствовать здесь. В прошлом году я выиграл квалификацию на Олимпию как раз в России, в Санкт-Петербурге, так что я очень рад вновь оказаться в этой стране. Уильям, мы все хорошо знаем, что в этом году ты начал тренироваться под руководством Нейла Хилла. Расскажи подробнее о вашем сотрудничестве. За счет чего вы смогли добиться настолько значительного прогресса в твоей форме в этом году? Все дело в командной работе. Мой тренер всячески поддерживает меня, я ему полностью доверяю, ну и конечно у нас общая цель. Сила настоящей команды в сплоченности и это наш главный секрет. Мы постоянно на связи. Он дает мне рекомендации, я сообщаю ему собственный вес, как реагирует мое тело, пересылаю ему снимки своей формы и мы продолжаем вносить коррективы. В этом вся сила нашей командной работы. Я очень доволен результатом и в нетерпении начала подготовки к следующей Олимпии. В этом году мы увидели совершенно новую версию твоей формы, очень жесткую и качественную мышечную массу. Может быть секрет в тренинге, может в диете. Что вы с Нейлом изменили на протяжении этой подготовки? Что спровоцировало такие изменения? Главная разница в моем отношении к рекомендациям тренера. Ранее все было иначе, но теперь я стал относиться к ним намного ответственнее. Накануне Олимпии 2014 года я уже был уставшим, частично утратил мотивацию. А в этом году турнир в Лас-Вегасе стал первым для меня, а потому я был полон сил и рвения. Мог тщательно следовать диете, плану тренировок, отработал положенное кардио. Я делал все, что только говорил мне Нейл. Так что вот и весь секрет. Я просто качественно выполнил домашнее задание. Нейл с душой относится к своей работе и своим подопечным. Большинство тренеров интересует только форму атлетов. Они не готовы проводить с ними много времени. Для них главное набрать побольше клиентов. А Нейл уделяет своим подопечным очень много внимания. Он стремится изучить не только форму атлета, но и узнать его как личность. Он строит взаимоотношения со мной не как с клиентом, но как с другом. И когда что-то приключается дома, проблемы случаются, ну знаешь, личного плана, да? Я могу поговорить с ним как с другом, с ним комфортно общаться. И это очень важно, верно? Да, очень важно. Тренер не обязан делать подобное, но когда он способен на понимание, это большой плюс для него. И это как раз про Нейла. Его действительно заботят его ученики, а программа тренировок Y3T действительно лучшая. Уильям, этот осенний сезон был очень насыщенным. Много выступлений, ну и, конечно, победы на них. Но что насчет дальнейших планов, скажем, на первую половину 2016 года? Все внимание будет сосредоточено на подготовку к Олимпии 2016. Мы хотим повторить опыт подводки к прошлой Олимпии, и в этот раз тоже не планируем выступлений до самого сентября. То есть твой следующий турнир – Олимпия. Да, а после поживем-увидим. Но Олимпия точно будет первым турниром. Ну и затем, скорее всего, Арнольд Классик Европа. Уж больно незначительный перерыв между ними. Я уверен в себе. Не сосредоточен на габаритах и скорее делаю акцент на качестве. Другие парни вроде и больше, но явно выставляют неидеальные кондиции. Я не гонюсь за размерами. Для меня самое главное – качество мышц. Но все же ты знаменит наполненностью своих мышц, которые просто, знаешь, кусками выпирают из твоего тела. Все это иллюзия, над которой я так усиленно работаю, и которая, в принципе, лежит в основе бодибилдинга. Умение управлять силой иллюзии. Я наверняка самый легкий в сравнении с другими атлетами на сцене. Но мы с моим тренером стараемся создать иллюзию. И в результате мышцы смотрятся больше, глубже и наполненнее, чем у других бодибилдеров. Но и опять же – качество превыше всего. Настоящий чемпион всегда нацелен на прогресс, на улучшение своей без того отличной формы. В чем ты собираешься прибавить? Над какими мышечными группами намерен усерднее поработать на подготовке к следующей Олимпии? Конечно, я всегда стремлюсь стать еще лучше. И на данный момент приоритет для меня сделать заднюю поверхность бедра еще глубже, немного добавить в размерах мышц в этой зоне. Также хочу как следует поработать над плечами, ну и над шириной спины, сделать ее еще больше. Это три основные цели на грядущую подготовку. И это при том, что основа твоей спины знаменитые широчайшие с очень низким креплением, верно? Да-да, спина у меня глубокая, но недостаточно широкая. Ну как, широкая, конечно, но можно сделать ее еще лучше. Уильям, ну и несколько слов твоим фанатам, которые не смогли приехать в Москву на эту выставку. Специальное обращение Уильяма Бона как к зрителям нашего канала. Еще раз приветствую всех фанатов. Из Санкт-Петербурга, конечно, ну и из других городов. Спасибо всем вам за поддержку и развитие бодибилдинга. Люблю всех вас. Если у вас получится приехать на выставку в следующем году, отлично. Потому что мы приедем вновь и будем рады видеть всех вас. Уильям, ну и специально для твоих фанатов и для зрителей нашего канала, может быть, несколько поз, скажем, двойной бицепс спереди. Да без проблем. Автор текста и перевода Андрей Луценко. Подписывайтесь на канал GOB Channel и следите за обновлениями.